Закон налоги права Автор и ведущая Наталья Бельтюкова Сегодня в нашей постоянной рубрике Пульс бизнеса Мы продолжим цикл передач По нововведениям налогового кодекса Начало этой темы смотрите в программах Номера 37, 39, 40 Далее в рубрике Право для всех Наш эксперт частный нотариус Елена Мозалева Продолжит тему наследства Начало можно посмотреть в программе номер 38 После этого предлагаем вашему вниманию Постоянную рубрику Новости от Аркада Грант И под конец программы Оно с наших следующих передач Законом Украины номер 5083 Было внесено много изменений Налоговый кодекс Украины Мы уже осветили в программах Номер 37, 39 и 40 Изменения, которые вступили в силу С августа 2012 года Также мы уже рассмотрели Изменения в единый налог НТС и НДФЛ Сегодня смотрите изменения по налогу на прибыль Налог на прибыль Закон номер 5083 Дополнили пунктом 57.1 Налоговый кодекс Украины Новыми абзацами В них содержатся нормы, которые с 1 января 2013 года Возвращают уплату плательщиками налога на прибыль Авансовых взносов Кроме вновь созданных Производителей сельхозпродукции Неприбыльных организаций и учреждений А также налогоплательщиков У которых доходы, уплачиваемые при определении объекта налогообложения За последний годовой отчетный период Не превышают 10 млн. премий Авансовые платежи по налогу на прибыль Уплачиваются ежемесячно В размере 1,12 рассчитанной суммы налога на прибыль За предыдущий отчетный налоговый год Без представления налоговой декларации Налогоплательщики, которые зарегистрированы На протяжении отчетного налогового года Вновь созданные Будут платить налог на прибыль На основании годовой налоговой декларации За период деятельности в отчетном налоговом году Без представления налоговой декларации За отчетные налоговые периоды Календарный квартал в полугодии и 9 месяцев Без уплаты авансового взноса На протяжении этого периода И налогоплательщики, у которых доходы Учитываемые при определении объекта налогообложения За последний годовой отчетный налоговый период Не превышают 10 млн. грн. А также неприбыльные учреждения организации Будут платить налог на прибыль Без уплаты авансовых взносов На основании налоговой декларации Которую подают в органы ГНС За отчетный налоговый год В законном номер 5083 предусмотрено Что налогоплательщик, уплачивающий авансовый взнос И не получивший по итогам первого квартала Отчетного налогового года Прибыль или получивший убыток Имеет право представить налоговую декларацию И финансовую отчетность за первый квартал Авансовые взносы такой налогоплательщик Во втором-четвертом кварталах отчетного налогового года Не осуществляет А налоговые обязательства Определяют на основании налоговой декларации По итогам первого полугодия Трех кварталов и за год Налогоплательщик, который по итогам Прошлого отчетного налогового года Не получил прибыли или получил убыток Налоговые обязательства Не начислял и не имел базового показателя Для определения авансовых взносов в следующем году В составе годовой налоговой декларации налогоплательщикам подаются расчеты ежемесячных авансовых взносов, которые должны уплачиваться в последующих 12 месяцев. Определенная в расчетах сумма авансовых взносов считается согласованной с суммой денежных обязательств. 12-месячный период для уплаты авансовых взносов определяется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором определен предельный срок подачи годовой налоговой декларации за предыдущий отчетный налоговый год, до месяца – представление налоговой декларации за текущий отчетный налоговый год. Но есть новость, которая непременно обрадует плательщиков налога на прибыль. Начиная с отчетности за 9 месяцев, им больше не нужно подавать в пресловутые приложения ОК – перечень доходов и расходов налогоплательщиков в размере контрагентов, плательщиков единого налога. Субтитры создавал DimaTorzok Поскольку в налоговом законодательстве подчас трудно разобраться, даже профессионалам, мы будем стараться освещать для вас все наиболее значимые изменения. Следите за эфирами. А теперь переходим к рубрике «Право для всех», в которой наш эксперт-частный нотариус Елена Мусолева продолжит цикл передач на тему «Наследство». Мы уже говорили о таком документе, как завещание, и знакомились с некоторыми его видами. А сегодня вы узнаете о сроках и порядке оформления прав на наследство, кто имеет право на наследство и о наследнике как таковом. Добрый день! Вы знаете, кто такой наследник? Добрый день! Ну, в принципе, да. Наследник – это тот, кто наследует кого-то там дальше. Например, как отец, наследует у него дочка или сын. А вы когда-нибудь сталкивались с наследством? Нет. Пока нет. А вам когда-то приходилось сталкиваться с наследством лично в вашей семье? С наследством нет еще пока. А вы бы хотели когда-нибудь получить наследство у богатого? Думали об этом? Ну, не помешало бы для ребенка тем более. А вы знаете, кто такой наследник? Наследник? В прямом смысле, кто наследует твое какое-то достижение. Будем говорить, материальное. А вам когда-либо приходилось сталкиваться с наследством? Давать, получать? Вот, да, он пока. Наследник – это непосредственно наследник. Тот человек, который получает некую форму власти, некоторую форму имущества от предыдущего, как сказать, отца или императора, как это было раньше. Вам лично приходилось сталкиваться с наследством? Нет, еще не приходилось, слава богу. Вы мечтали о богатом наследстве, возможно? Нет, совсем не мечтал о никаком богатом наследстве. Мне интересно получать то, что своими силами заемно учил. Спасибо большое. Одним из наиболее частых возникающих вопросов к юристу являются вопросы, касающиеся наследства. Рано или поздно с ним сталкивается большинство граждан. Итак, поговорим о осуществлении права на наследование. Наследник имеет право как принять наследство, так и не принять его. Это касается наследников по завещанию и по закону. Согласно Гражданскому кодексу Украины, наследник, который постоянно проживал вместе с наследодателем, на время открытия наследство автоматически считается принявшим наследство, если в течение установленного законом срока он не заявит об отказе от него. Те же наследники, которые не проживали постоянно с наследодателем на время открытия наследства, должны лично подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства. Срок принятия наследства. Для принятия наследства законом установлен срок в 6 месяцев, который начинается со времени смерти наследодателя или объявлением его умершим. Вместе с тем, в случае пропуска этого срока по уважительным причинам, такой наследник может обратиться в суд с просьбой определить ему дополнительный срок, достаточный для подачи соответствующего заявления. Оформление наследства. Наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на него. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с определением имени и долей в наследстве других наследников. Наследник же, который принял в наследстве недвижимое имущество, обязан обратиться к нотариусу за выдачей ему свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство выдается также на имя каждого из них с указанием имени и доли в наследстве других наследников. Такое свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6 месяцев с момента его открытия. Кроме того, унаследованное недвижимое имущество наследник обязан зарегистрировать в органах, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества. Итак, кто имеет право на наследство? Кто такой наследник? Наследник – тот, кому переходят все права и обязанности наследодателя после его смерти. Кто может быть наследником? Все. Наследник может быть любой живой человек. Наследником будет новорожденный ребенок наследодателя, зачатый при его жизни. Наследником может быть любое юридическое лицо, предприятие, учреждение, организация, государство, горсовет. Но это не ответы. Разобраться нужно в другом. Умер близкий вам человек. Как узнать, наследник вы или нет? Только в двух документах вы найдете ответ на этот вопрос. В завещании и Гражданском кодексе Украины. Только они устанавливают наследников. Из этого понятно, что бывают наследники по завещанию и наследники по закону. Конечно же, каждый вопрос индивидуален. И мы рекомендуем, прежде чем предпринять какие-либо действия, проконсультироваться у юриста или нотариуса. Обращайтесь в нашу программу или к нашему эксперту, частному нотариусу Елене Мозолевой. По телефону 35-72-72 или по адресу улица Троицкая, 2, офис 10. Тема наследства весьма объемна. Поэтому в следующем выпуске цикла мы рассмотрим, как же принять наследство. Какие первые шаги наследника, чтобы избежать ненужной судебной волокиты. Где оформлять наследство, а также где и как отказаться от него. Следите за нашими эфирами. А мы переходим к новостям от Аркада Грант. Пенсионный фонд Украины утвержден порядок предоставления органами пенсионного фонда услуг в электронном виде. Настоящим порядком предусмотрен, в частности, доступ для граждан, застрахованных лиц и страхователей, в том числе физлиц-предпринимателей, и лиц, обеспечивающих себя работой самостоятельно, информации о состоянии сведений о застрахованном лице, пенсионных выплат, обработке отчета, предоставленном в электронном виде, состоянии взаиморасчета по обязательствам плательщика, при условии подтверждения подлинности лица, получающего доступ путем его регистрации в базе данных веб-порталов. Вопрос по ценнобумажным убыткам. Комитет Верховной Рады Украины считает, что Государственная налоговая служба Украины должна пересмотреть свою позицию, изложенную в письме от 9 августа 2012 года номер 320-0-71-12-15-12-17. Объясняется это тем, что ограничение размера отрицательного значения объекта налогоблажения для учета в следующих отчетных периодах при применении статьи 150 Налогового кодекса не предусматривалось законом Украины от 24 мая 2012 года номер 48-34 при применении пункта 153.8 Налогового кодекса для определения прибыли от операций с ценными бумагами и никоим образом не ограничивало право оплательщика налога учитывать полную сумму убытков от таких операций. То есть учитывать полную сумму отрицательного показателя финансовых результатов от операций с ценными бумагами в следующих налоговых периодах, поскольку это разные по экономическому содержанию и значению показатели при определении налоговых обязательств. Как будет происходить запись судебного заседания? В суде создается рабочее место для прослушивания фонограмм судебных заседаний лицами, участвующими в деле. Приказом Государственной судебной администрации от 20 сентября 2012 года номер 108 утверждена инструкция о порядке работы с техническими средствами фиксации судебного процесса судебного заседания. Документ устанавливает единый порядок работы со звукозаписывающими техсредствами фиксирования судебного процесса, требования к ним хранению, копированию, дублированию и использованию информации, которая отражает ход судебного заседания в судах общей юрисдикции, кроме Высшего суда Украины и Высших специализированных судов. В ходе фиксирования судебного процесса создается фонограмма судебного заседания, которая должна содержать такие обязательные реквизиты, как дата, время, место создания записи, номер дела. Фиксированием процесса занимается секретарь или другой работник аппарата. Перед передачей рабочих копий в суды апелляционной и касационной инстанции проводится проверка компакт-диска с копией фонограммы местного суда. Уменьшится влияние прокуратуры на развитие бизнеса. С 1 декабря 2012 года вступит в силу закон от 18 сентября 2012 года номер 5288 о внесении изменений в деятельность прокуратуры, который затрагивает 18 законодательных актов. По мнению Госкомпредпринимательства, изменения положительно повлияют на развитие бизнеса, поскольку уменьшат влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной деятельности. Очень важным нововведением является то, что приостановление хозяйственной деятельности по инициативе прокуратуры может быть осуществлено только по решению суда. Также органы прокуратуры будут лишены права вносить предписания и протесты, принятие которых ранее требовало от субъектов хозяйственной деятельности безусловного и безотлагательного выполнения требований прокурора. То есть прокуроры смогут выносить лишь представление, которое уже не будет автоматически приостанавливать деятельность субъекта хозяйствования или обязывает совершать действия относительно безусловного устранения нарушений, имевших место, по мнению прокурора. Следите за новостями на сайтах www.arkada.net.ua и www.tv.arkada.net.ua. В заключении рубрики скажу о действующих акциях. Актуально предложение от компании Arkada Grant о регистрации предприятий и предпринимателей по самой выгодной цене. Также действует акция. Все, кто приобретет программное обеспечение Медок, 1С, Лига Закон, Динай с годовым обслуживанием, могут воспользоваться возможностью получить бесплатную часовую консультацию по любому юридическому, налоговому или бухгалтерскому вопросу. Продолжает действовать акция от нашего партнера – медиапроекта «Сарафан». Спешите воспользоваться возможностью рассказать одесситам о себе, о своем бизнесе в телепрограмме «Сарафан» по цене от 70 гривен за минуту показа и в журнале «Сарафан» по цене от 375 гривен за блог. Внимание! Для всех клиентов компании Arkada Grant, которые приобретут любые услуги с 1 октября по 31 декабря 2012 года, в январе 2013 года примут участие в беспроигрышной лотерее. А для тех из клиентов, которые в указанный срок приобретут услуг более чем на 800 гривен, будет произведен розыгрыш ценных призов. Участвуйте и выигрывайте! Продолжение следует... Следующий выпуск нашей передачи – юбилейный год на канале Реак. Мы покажем, какие мы были раньше и что нового появилось за год. Также готовятся к эфиру новые сюжеты для автомобилистов и продолжение цикла на тему «Наследство». Следите за нашими эфирами. Субтитры создавал DimaTorzok С вами была автор и ведущая проекта Наталья Бельцюкова. Желаю вам удачи и процветания. Салон Шаггі представляє колекцію весельної та вечерньої моди для найважливіших подій у вашому житті. Випускний бал, весілля, день народження. У ці хвилюючі дні ви повинні виглядати королевою. Вечерня зачіска та макіяж стануть основою вашого блискучого образу. А манікюр засмага та доглянута шкіра бездоганно доповнять його. Салон Шаггі – професійні кроки створення твого образу. Телефони 47 099 та 37 07 87. Дякую за перегляд! Системи Ліга закон більше, ніж проста база даних нормативних актів. Це інтелектуальні і інформаційно-правові системи, що включають також багато аналітики, консультаційні матеріали, судова практика, довідники, шаблони, типових договорів, інструкцій і багато що інше. З Ліга закону ви швидко знайдете відповіді на будь-які питання. Дякую за перегляд!